Трагедия в Одессе. Этой ночью в детском муниципальном лагере Виктория произошел пожар. В городе объявлен траур. В огне погибли три девочки, участницы детской танцевальной студии. Дети сгорели заживо. Корпус был построен из деревянного сруба в прошлом году, но на территории лагеря не оказалось даже пожарных рукавов, а гидранты были без воды. Все подробности у Кирилла Ющишина. Пожар начался в полдвенадцатого ночи. Корпус детского лагеря, построенный полностью из дерева, вспыхнул, как спичка. Огонь распространялся так быстро, что спасатели попросту не успевали развернуть технику. Первым подразделением было установлено, что горит здание на общей площади 500 метров квадратных. По прибытию всех остальных подразделений огонь быстро распространился на площадь 1000 метров квадратных. Была угроза распространения на ближайшие также деревянные двухэтажные здания. На территории лагеря не работали ни пожарная сигнализация, ни гидранты. Пока искали воду, огонь уничтожил весь корпус и перебросился на соседний. Детей из горящего здания выводили вожатые. На момент пожара в корпусе спали 42 ребенка. Но после того, как всех вывели, троих девочек недосчитались. А что пропавших? Трое одна комната. Сгорели они там, блин. Вешайте лапшу всем. Сгорели они там. Трое с одной комнаты. Забыли, блин. Работает сейчас ДНС. Забыли троих. Это здание, чтобы если оно построено по технологии, по правильной, его паяльной лампой не разогреешь, не зажгешь. Полчаса будет пыхтеть, в смысле пенится. Это специально. Нету ни распылителей, ничего, ни водонапорной башни. Детей, которых удалось вовремя вывезти из здания, расселили в соседние корпуса. Утром их забрали родители. Дети пережили шок. Дети испуганные. Тем более, что, давайте не забывать, что-то произошло ночью. То есть, это темно, дым. Извините, не каждый взрослый может выдержать. Четыре новых корпуса из деревянного струба в этом лагере. Это был один из главных пиар-проектов Одесской мэрии в прошлом году. Лагерь принадлежит городу. Числится как внешкольное учебное заведение. Прошлым летом его помпезно презентовал лично мэр Геннадий Труханов. Несмотря на экономический кризис, социально-политические вопросы или также кризисное состояние, мы строимся, мы заботимся о детях, мы создаем им атмосферу счастья, детского счастья. Журналисты раскопали, что во время строительных работ Одесский горсовет дополнительно освоил 11 миллионов гривен, часть из которых якобы потратили на установку новейшей системы пожарной безопасности. Это есть, вы видите, благоустроенная территория и четыре прекрасных деревянных сруба. Выполнены все мероприятия, связанные с огнезащитой. Но почему система защиты не сработала? Оказалось, пожарная сигнализация была отключена. Мы считаем, что одним из основных действий трагедии – это несправная автоматическая пожарная сигнализация, которая в 2016 году была на данном объекте замонтована. О том, что сигнализация отключена, знали. Этим летом лагерь обязали ее включить. Но по каким-то причинам руководство этого не сделало. Директора Виктории Петра Саркисян с сердечным приступом в больнице под охраной полиции. Спасатели весь день разбирали завалы в поисках останков погибших девочек. Восьмилетней Софии Мазур, девятилетней Настей Кулинич и двенадцатилетней Снежаны Арпентий. В полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал «Интер», Одесса.